ну вот я поднялся в зал бурбонов ну тут конечно все дорого-богато это уже более современный период естественно золотые диваны мир роскоши это уже 19 век кареты-люмузины барышни-наряды-перья мне эта эпоха не так интересно как в Гагсбурге но все равно прикольно если кто-то интересуется каретами нужно ехать в ватикан и в музеях ватикана смотреть каретную папа мобиль или просто можно посмотреть мое видео с каретами и с папа мобилями которая тоже имеется посуда луквари картины кто рисовал в таком стиле винсенте лопес портания посмотрим живопись здесь вазы пойдем гулять интересно чья-то картина а франческо солимена лабарте сиччо чем удобство музея огромный зал легко не запутаться как в дель прадо вот из королевской капеллы вот такие вот сундучки гардеробчик ой какие клевые часы обалдеть кто же их сделал джон эликотт так 1757 57 год прикольные в лондоне часы сделаны в швейцарии может не могли себе позволить швейцар швейцарский тоже красивые уже ковры вот такие вот немножко схож с техникой эльгрего да может быть он поднял косил все может быть но многие художники конечно же знаменитых предшественников копировали это что извержение везувия да довольно интересная картина здесь менгса который Антон Рафаэль немецкий художник он был одним из основоположников неоклассицизма уже не висит и довольно таки прикольно он рисовал вот это вот картина 1768 года ну кстати он подражал Рафаэлю вот эта картина оплакивания Христа драматизм лица и вообще расположение он хотел подражать им красиво нарисовано написано нарисовано да а вот по пути на Голгофу тоже его картина ну в принципе довольно таки интересная картина здесь тоже уже неоклассицизм колосицизм м в в в в в в Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он был признан одним из лучших портретистов и художников своего времени И в 1799 году был назван главным художником при дворе Карла IV Так что Гоя в общем-то обеспечивал себе безбедную жизнь Рисовав монаршие особы, рисовав картины Кстати, по его наброскам, вот гобелены делались тоже В общем, Гоя устроился довольно-таки неплохо При дворе Карла IV Вон, пожалуйста, лебенчики Охота на поросенка Вон еще одна охота на кабана И все были по мотивам Гои Так, кто это у нас? Чарли, опять ты? Ну, конечно Он в Рим приехал и думает Так, и здесь меня нарисовать Теперь опять он фас Это кто наша? Мария Луиза, испанская красотура Мария Луиза Парамская была красоткой в молодости Интересно, кто был настолько страшным Что согласился, чтобы его нарисовали со спины? Чарли, ага, ну это корвуша, червяк Вот же Такой так Анфас запечатлели, увековечили Теперь и со спины меня сделаете Рисовал его Жан Базин какой-то 1818 год Класс Оболдеть Да, чувак был уникалом Без этого портрета, конечно же, мировая живопись Просто бы Потеряла Своей ценности 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 Мог себе позволить От недостатка денег Он не страдал При дворе Поэтому мог, конечно, себе позволить Рисовать картины про войну Нет, все позолото Все позолото Позолоченное серебро Да, наверное, из чистого золота было Недешево кушать Даже монархам Даже монархам Красиво Да, посуда Дорого-богато Ну вот я пришел к карете В принципе Можно закончить На этой Остановке Каретной Данный музей Клевный Мне понравился Субтитры создавал DimaTorzok